Год или полтора о том, сколько же должны служить призывники, спорят уже несколько лет. К решению вопроса приступили в минувшем году, когда глава государства поручил Министерству обороны рассмотреть возможность сокращения срока службы с 18 до 12 месяцев. Законопроект был принят Верховным Советом в первом чтении. Сегодня идет подготовка ко второму. Мы этим вопросом занимаемся сейчас. Ведь главное это не сессия, а главное до сессии. Согласование, обсуждение, споры. Для того, чтобы вынося этот вопрос на сессию, этот вопрос был полностью согласован и был жизнеспособный. Один из основных спорных моментов, говорит министр обороны, это количество отсрочек, предоставляемых призывникам. Чтобы сохранить обороноспособность нашей армии, необходимо упразднить часть из них. Например, одну из самых главных для призывников – отсрочку для продолжения образования. Если молодому человеку он закончил школу и не исполняется еще 18 лет, и он поступил в высшее учебное заведение, он поступает, он учится. В дальнейшем ему предоставляется академий отпуск. Да, на год. Он идет, служит, возвращается в этот вуз гарантированно и заканчивает обучение. Либо, если уже исполнилось 18 лет, то идет, служит и после этого идет и поступает. А в общем призывники и их родители должны понимать, что мгновенно сократить сроки службы просто-напросто невозможно, говорит министр. Для этого необходимо провести серьезную подготовительную работу. Мы должны пересчитать всю программу боевой подготовки. Мы должны пересчитать все нормы довольствия военнослужащих. На какой срок носки, на какой срок определить форму одежды зимнюю, летнюю, сколько ее носить нужно. Очень много вопросов, которые подлежат пересчету и переводу. Самое главное, что все изменения в Приднестровской армии направлены на то, чтобы сделать службу в вооруженных силах привлекательной для призывников, говорит министр. Для молодого поколения профессия военной вновь должна стать престижной. Татьяна Сярова, Александр Левицкий, Первый Приднестровский.